здравствуйте друзья у нас гость в офисе представляйтесь меня зовут сергей так откуда вы сергей ну вообще я из далекого холодного сибирска так но это может сказать эпицентр сибирской жизни потом мне кажется относительно всей сибири новосибирск как бы в теплом месте стоит да это юг западной сибири так хорошо так жили вы себе в новосибирске никого не трогали и вдруг оказались вот тут в кремниевой долине ну путь мы сюда был долг так начался он еще задолго несколько лет назад когда впервые вы набирали курс на говорим про ас сайте вот я был активного читать от некоторое время как и все лелеем одежду грин карты так это было в одиннадцатом году это было очень давно на моих сейчас временных измерениях это было давно ну да и быстро происходит сколько мне полу 30 30 хорошо на 4 года назад вы увидели что я говорю ребята кто хочет в онлайне учиться там тестировали по-русски значит приходите да и вы учились да я пришел я отучился весь курс который был и дальнейших низких вебинарах которые были уже outscope сказать да я не проводил тоже участие по сути а вы по образованию кто экономист все у меня факультет менеджмента управления все в этом деле так работали выкин работал я в инженерии так часто бывает в россии да а иметь же надо все приходит с опытом и вы прекрасно понимаете но я был как я менеджер то есть моя задача была продать ну то есть в инженерии но продать да ну я в принципе я понимал чертежи я понимал механические какие-то изделия то вентиляция кондиционерами они там не несложно или это это система индивидуальные домашние или это коммерческие но это от простых домашних коммерческих ага ну коммерчески может быть сложная система но хорошо так вы с кондиционерами туда-сюда и решили учить тестировали под будущую иммиграцию тогда мысль как крутились голове так что окей я сейчас подам анкету на свежий год я выиграю я же не могу проиграть ну конечно я как вот так считал пока первый раз пролетел второй раз пролетел вот но между тем еще думал вот окей выиграю я green карту кеми будет работать вопрос вот думаешь посмотрел как там инженеры собственно живут которые занимаются системами сетями думаю ну вот если пойти в тестирование чем могу там добиться ничего на тестирование чего не поймут когда кондиционер у меня вот у меня была дилемма идти в тестирование либо подачи двигаться по таркете уже влился более судеб ну и думаю инженер ну тестирование без опыта без знаний там буду свяжись тестером простым лучше наверное в инженерии идти дальше переучиться есть такие же тут примерно такого же класса школы которые там обучают дают лицензии пошел вперед устанавливать кондиционер тоже можно потом просто съел и подумал что же я ничего не теряю можно даже в google устроиться там тоже кондиционер и либо было желание так но я подумал зачем теряет в принципе денег вы за это не берете а семья то есть у вас какая у меня есть невеста на тот момент ее еще не было то есть в планах миграции то есть мы были можно сказать свободны гол как сокол да конечно можно могла взять собраться и уехать гол в смысле в плане родственников нет мнения почему родственников у меня полная куча в плане у меня не было обязательств такие что но денег и вы не зарабатывали тоже смысле когда говорят гол как сокол и я неправильно вылиться но и в плане у меня не было там жилья которое она была долгая была машина могла быстро обернуться и легкий подъем да было именно так вот ну я подал заявочку вам туда на сайте отписался что я тоже хочу так вот в назначенный час я прибыл на первое занятие и собственно раз за но тебе было сложно да так было сложно было сложно я уже говорил в одном из ваших видео светился немножечко что самое сложное это было начать видеть эти баги они с ним и помощь это оказали именно тестовое задание вот эти вот которые были создания резюме там формочка это уже разбирали там какое то есть мы показали примерно как надо мыслить когда и по каком плане в каком ключе надо рассматривать все любое приложение с этого собственно началось когда прошел весь курс вы стали тестером прям там не совсем меня еще по инерции в этих системах своих инженерных я крутился примерно до сентября месяца то есть момент окончания когда мне-то в марте закончился но верно да весна у меня ушла на то чтобы поработать на и тесте то есть слушайте вы скажите вот вы в новосибирске жили вам перепадали проекты потом многие жалуются что не дают жалуются потому что если у тебя и пишник российский то рано или поздно они сопоставят твой локейшн где-то написал анкейте игру и пишник и посмотрим ой парень ты же нам лжешь а в анкете чё написали если если подождите а как же у запишника вы каждый раз заходили через прокси нет ни прокси санте я себя где-то наверное месяца три так работала мне много проектов было каждый на почту придаем вас могли в каждую секунду заловить но не зловили замок ли ну вот не везло а деньги вы как получали а деньги на припале так они валяются я их не снимал мало денег нет как сказать ну хорошо и так вы три месяца сколько проектов сделали я бы не соврать наверное за все это время я около пяти наверное сделал всего да немного совершенно конечно потому что во первых я это делал партайм потому что у меня была основная работа которая надо было заканчивать я не мог взять и закончить то что у меня по времени же еще там разница во времени что это вот очень большая проблема если ты в новосибирске у тебя получите ли перепадает работа которую как бы шлют для американских дорожка у тебя получается у меня там ночь ну да а у них то день они берут расхватывает весь секунд забирает приходишь ой хорошо нету но значит вы чуть-чуть поработали а я не думаю что пять проектов но и то есть это большой опыт это вообще это не но по крайней мере по крайней мере просто включить резюме так я когда резюме составляем тестировщика я сделал так как вы говорили взял просто весь опыт до этого и проект проекта описали эти проекты просто рассказал что это был ну и тесте о чем это было примерно так как написано нельзя разглашать ничего а это и не надо какие-то проклятие дело клиентов нельзя разглашать а все остальное нормально ну хорошо и вот и потом начались долгие три наверное месяца хождения по интервью стоп 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 это очень интересно то что сказать то есть у вас не было проблем с интервью у вас были проблемы оффер получить было много вот с этим резюме начинающего человека да то есть мне не было такого что я отслал резюме я не публиковал его где-то я его директивно вижу вакансию туда шлю так подойдите вот с какой частотой были интервью в течение трех месяцев раз в неделю раз в месяц ну не раз в месяц конечно наверное раз два в неделю но это варьировало пару раз в неделю у вас просто порвали там было на самом деле предложений по интерншипу даже у нас в нашей деревне достаточно много мне кажется что это деревня все-таки у вас большой город у нас у нас есть академгородок знаменитый где собственно наверное девяносто девять процентов айтишных фирм и собственно вот то есть они готовы были человек готовы были тридцатник с экономическим образованием они готовы были рассматривать это было да когда я приходил интервью меня собеседовал мальчик которым лет было двадцать три да он собеседовал старика было не очень приятно но ничего страшного так чего в чем была трудность прохождения интервью просто у вас было мало опыта или у тебя не то говорили нет нет дело не в том что мы не то говорили у меня был некий лимит в оплате который я мог себе позволить ну то есть то есть вам предлагали нас слишком мало не предлагали либо бесплатно либо мечта очень на что я был готов я извиняюсь а вот по законам российской федерации разве можно брать людей бесплатно это по за это законно ну давайте не будем касаться если говорить именно про законность вот как бы в чистом виде наверное наверное да наверное есть какие-то лазейки как это были были слышал интер нельзя бизнес не может да здесь занимать волонтеров сейчас минимум насколько я знаю в калифорнии ну нет такого нет нет ни 15 не 15 ну вот бизнес минимум долларов 8 после недавно слышала коллег что они подняли здесь хотели существо хотели бы хотели бы но это ничего так дальше чего чего дальше выходили на интервью и вам как бы предлагали но маловато денег на предлагали маловато ну в одном месте потом окей мне предложили тон от чего я отказывался то есть ну то обладку отказывался предложили временное то есть она была временная и низкая оплата и думал на 4 они будут же повторяем на ней работаю по работаю я там насколько мне предлагали там месяц или два насколько там тестирование проекта то есть контракт такой как бы это было так хорошо то есть в итоге после трех месяцев хождения на интервью я так понимаю что вы по мере хождения на интервью все лучше и лучше вы должны были проходить если одни те же вопросы и вас уже далекость появилась уже я узнал что не надо говорить что можно говорить как это нужно говорить вот то что я там рассказывал про поиск работы она как-то применима там буду у вас на местности или как совсем еще сложный это было давно давно я могу пересмотреть но нет и видео просто по памяти но я бы не прошел если бы наверное этого ничего не смотрели как человек местные могли адаптировать то что я рассказываю но ты него наверное некоторые хорошо так чего в итоге вы взяли какой-то проект в итоге да меня пригласили на проект он был очень далеко то есть я живу там в пригороде он был вообще на краю города я каждый вставал и ехал по снегу но это была осень это было по слякоти такой вопрос вот скажем тестер не начинающий а более-менее такой уже с опытом сколько получает вот сколько реально получать новосибирске в академгородке очень сильно зависит от компании очень нет средней стоимости но вот допустим я пошел на рынок вот из того что можно выбрать что можно получить но на самом деле не очень много примерно сейчас доллар под подрос к отношению рублю раньше это было в районе наверно тысячи полторы доллара сейчас рубль сильно упала естественно это а запада как бы в рублях остается то же самое да то есть было этот момент там тысячи тысячи полторы да но это хорош хороший тестировщик да это приличные деньги для же права конечно конечно это нормальные деньги для того региона хорошо вам на первом проекте сколько дали мне дали 10 тысяч рублей это 300 долларов но я изначально себе далось но хорошо давайте так поработали немножко и а параллельно когда я ездил на эту работу я все равно продолжала рассылаться продолжал собеседоваться вы по-американски так ну а как правильно просто я что далеко я просто физически я бы долго это просто не выйдет не вынес я не надо поближе я поднялись вы как бы смотрели вперед я да я известно я знаю что это мне временно что надо нацеливаться поближе вот собственно городок где поближе к дому где 10 минут по вашему по хайвей загородной дороге я все я вовсе хорошо я изначально себе планирую туда выйти на ту местность но продолжал собеседоваться было за это время тоже два собеседования за время пока это был вот и со второго меня пригласили на работу но это уже сколько было денежки денежки было обещали чуть больше обещали 15 это же думаю ладно я же временно опыта подоберусь а потом уже в этом плане ошибся что это немножечко не 15 было а что ну мне четыре месяца платили 10 на 4 зарплату куда я получил я сказал ладно прими меры то есть они обещали больше это обычно делала так я не знаю а вас не было письменного оффера где написано вас такая-то зарплата это все вербально хорошо я просто пошел на место за компьютер сел резюме выиграли я понял вы выиграли в том что это было ближе к дому да и вы может быть выиграли в том что это был другого плана проекта какая-то новая область шикарно я получу там опыт так через четыре месяца работы с мобильными приложениями вы уже скакнули на какой на какую ступеньку я пошел на enterprise ну да но по деньгам по деньгам в два раза это точно сначала когда вы получили вот то что вы получили вот уже после там enterprise это было достойно относительно того что в кондиционерах получали или вы все равно получали меньше в этот момент ну поначалу конечно меньше нет в enterprise да но потом вы как-то догнали со временем ну хорошо я просто к тому говорю что люди которые нас смотрят а я могу сказать смотри мужик там зарабатывал нормальные деньги потом ее куда-то понесло на 300 долларов на 500 долларов там еще что-то и в итоге за что боролись знаете за что боролся за кайф защищение кайфа когда идет на работу с кайфом конечно когда хочешь круг общения другой правда не саша дорогие а ты встаешь утром и блин опять на работу дождь лайфстайл по нашим и и и на